От швейной машинки до подиума. Создать платье с нуля может даже ребенок. Детская школа моды представляет результаты своих многолетних трудов. Самое трудное это придумать идею, потому что именно от идеи все идет. И в голове у человека должно произойти что-то такое, что-то щелкнуть, чтобы он придумал что-то новое, что-то невероятное, что понравится ему, другим. В школе моды Светлана учатся и девочки, и мальчики. Они не только придумывают образ для коллекции, но и краят материалы, шьют одежду и представляют ее как профессиональные модели. У детей нет преград, они свободны в мыслях. Если заниматься детьми, у детей такая фантазия, что нам, взрослым, знаете, иногда далеко до них. Поэтому заниматься надо, самое главное, и с любовью. А это, собственно, я есть. Мы знаем, что сейчас Российская Федерация наславится модельными агентствами, где, в принципе, дети не шьют. Они только представляют одежду. Чтобы быть современным, конкурентоспособным человеком, над ребенком должны потрудиться много педагогов. Но без поддержки родителей детям тоже не обойтись. Из чего сделаны костюмы или, например, каблуки самодельных туфель, зрители могут только гадать. Ведь загадка и отличает искусство от ширпотреба, оригинал от копии. В школе моды уверены, эти ребята могут конкурировать даже с профессионалами. Не обязательно всех сделать модельеров. Наша задача – воспитать уверенную личность, умение адаптироваться в нашем измечивом мире, понимаете, не потеряться в этом мире. Дарья Ирошина, Владислав Ковалев. День с толком.